Здравствуйте! Давно не виделись. Продолжаем серию видеороликов по велонаправлению, точнее по смазкам для велоцепей. Как вы помните, в прошлом ролике мы поставили на испытание на нашем стенде цепь без смазки, чтобы понять, будет ли вообще происходить износ в таких условиях. Так вот, будет, да еще какой! В итоге наша экспериментальная цепь накрутила на установке чуть более 1700 километров. Напомню, что это не километраж пройденного пути на велосипеде, а именно полезная работа цепи в трансмиссии. Уже через 100 километров появились крайне неприятные звуки – скрип, свист и тому подобное. И нам пришлось искать для установки место, в котором бы она не раздражала свои работы окружающих. В дальнейшем мы заметили, что установка начинает покрываться едва заметной пылью. Сначала мы думали, что это краска с ведущей звезды, но, как оказалось, помимо краски присутствует еще и металлическая пыль, а значит, износ имеет место быть. Также мы замерили базовый уровень шума в начале и в конце испытания цепи и записали образцы звуков, которые впоследствии сравним со звуками испытуемых цепей со смазками. В дальнейшем попытаемся использовать эти параметры для контроля окончания эксперимента. А теперь давайте посмотрим на разобранное звено цепи и сравним его с исходным. На пинах даже без микроскопа заметно существенное истирание. Ролики и внутренние пластины в местах контакта с пинами и друг с другом тоже имеют следы износа. Выраженный след от перекоса цепи наблюдается на внутренней стороне внутренней пластины. Пара трения внутренней и внешней пластины тоже со следами износа. Это значит, что установка работает. Результат, конечно, получается мгновенно, но он есть и его можно сравнивать. А теперь представляю вам экспериментальную версию масла для цепи. Оно достаточно густое и содержит пакет противоизносных присадок. Больше от него и не требуется. А еще оно красное. Знаете почему? Потому что Red goes faster! Трибологические характеристики остались прежними, что и у старой версии. Пятно износа на четырехшариковой машине всего лишь 0,363 мм. Это хороший результат. По параметрам вязкости наиболее близкий аналог это Рохлов. И наша смазка для цепей, которая выпускается компанией уже достаточно давно. Но новую смазку мы сделали чуть менее вязкой, чтобы поднять проникающие свойства, но не в ущерб удерживаемости. Естественно, продукт надо протестировать. И я, как ответственный разработчик, буду тестировать его на своем велосипеде. Я практически всегда использовал масло. Парафиновой смазки тоже пробовал, но мне не понравилось. Цепь можно поддерживать чистой и на масле. Поэтому давайте нанесем смазку на цепь, заодно отметим несколько моментов. Для начала, как это уже упоминалось во многих видео, наносим смазку точечно на каждое соединение звеньев. Наша смазка густая, поэтому ей нужно время, чтобы проникнуть внутрь. Но после полного нанесения можно покрутить цепь в холостую, чтобы насосный эффект помог смазке проникнуть во все сочленения. После этого обязательно надо протереть цепь ветошью, чтобы убрать излишки масла. Можно снова покрутить и повторить. На ваше усмотрение. На выходе получаем смазанную и чистую снаружи цепь, в которой не будет цепляться абразив. Желательно взять с собой ветош и протереть цепь несколько раз через пару километров пробега. Что касается сырой погоды, масло гидрофобное, вязкое, трудно вымывается, можно не волноваться о частой замене. Но неплохо бы поддерживать чистоту цепи, протирая ее все той же ветошью после каждой покатушки. Также предлагаю сразу же испытать смазку на нашей установке. Напоминаю, мы специально используем самую простую цепь, чтобы быстрее достигать результата. Так как марка цепи одна и та же, то можно будет сравнивать результаты именно по работе смазки. Есть, конечно, ошибка в том, что ведущая звезда у нас меняется не так часто, но в будущем мы прикрутим сюда что-нибудь неубиваемое. А пока что просто ее перевернем. Если что, она у нас симметричная. Кстати, не советую использовать окрашенные звезды, красота очень быстро слезает и превращается в лишний абразив. Ну что, будем тестировать. У меня есть еще несколько крафтовых образцов, поэтому если кому-нибудь интересно попробовать, пишите. Также ждем ваши пожелания по смазкам для велосипедов. Возможно, нужно разработать что-то помимо рубина и MS Sport.